В Ульяновск пришли холода и для большинства людей окружающей средой стали собственные жилища. Но это только в том случае, если дома тепло. Современные строители предлагают сотни способов утепления помещений, главный из которых – установка пластиковых окон. Казалось бы, сегодня не найдется человека, который бы не слышал о них и не мог бы сказать об этом аксессуаре что-то плохое. Но вот о нерадивых строителях многие. Да еще если работники – мошенники, в этом выпуске мы расскажем о новом способе отъема денег у населения, которому бы позавидовал великий комбинатор Остап Бендер. Пенсионерам приходят молодые парни, которые представляются сотрудниками некой фирмы, которая предоставляет услуги по регулировке и обновлению фурнитуры пластиковых окон. Не откладывая дело в долгий ящик, они начинают осмотр, находят массу недостатков и тут же начинают якобы ремонт. А потом говорят, что хозяин окон должен денег за произведенные манипуляции, подсовывая некий договор на подпись. Пожилой человек, не разбирающийся в устройстве окна, но видевший, что там что-то крутили и открывали, платит. Как, например, Йорхова Вера Ивановна. Началось вот с этого окна. Они открыли, оно вроде стало падать. Вот надо сделать. Сделали. Здесь было тоже сплошное стекло, его не надо было менять. Они сделали, чтобы оно открывалось. И сегодня напоследок пришел, сфотографировал вот эти шторы. Я говорю, ну это хорошо. И вдруг стал открывать, и у него рома падает. Это уже на второй раз падает у меня. Представители фирмы, зарегистрированные на Некоева и Пели Патова, до недавнего времени были частыми гостями у бабушки. Выполнили какие-то манипуляции с фурнитурой на несколько десятков тысяч. Занавески на кухонное окно в подарок. Еще один контракт на 80 с лишним тысяч, стол в подарок. В квартире два окна и балкон. Что там можно наремонтировать на такие суммы? 25 тысяч, 77, 82, 50, вот здесь 21. В общем, сложности, если посчитать, около 400 тысяч. Около, вот еще, 75. И все бы ничего, Вера Ивановна платила бы и платила, если бы один из представителей фирмы не ушел с деньгами, прибрав с собой и контракт. То есть попросту умыкнул деньги. Пенсионерка позвонила в офис, но там нерадивый сотрудник уволен. А деньги? Какие деньги? Итог работ, растянутых на все лето, падающая рама. Но денег больше нет. Все, Антон? Пусть теперь рама падает, будет зимовать без рамы. Денег вам я больше не дам. Вера Ивановна рассказала, что к ней в дом приходили комиссии из центральных офисов Казани и Москвы. Правда, проверяющие, которым, кстати, все понравилось, доверие пожилой женщине не внушили. Ну, комиссия, я понимаю, какой серьезный человек приедет из комиссии, будет проверять. А я такой же, как у них парень. Конечно, я не поверила. Прошел промежуток, еще проверять приехали. Теперь московская комиссия, тоже такой же. Я им сказала, никакие вы не комиссии. Ни московская, ни казанская. Вера Ивановна клиент у фирмы не единственный. Есть и другие, которые называют себя пострадавшие. К сожалению, люди, пообщавшись с сотрудниками фирмы, неохотно идут на контакт с журналистами. С Вадимом Яковлевым нам удалось поговорить только по телефону. Ну, во-первых, он обманул меня, а мою маму на 68 тысяч. А именно чем? Как это происходило? Ну, как мне мама объяснила, она у меня после института практически не говорит. Ни словно связать не может. Она сказала, что вроде бы как пришли, люди позвонили в дверь, она открыла. Сказали, окна у вас проверим. Она их впустила, не знаю зачем. Они проверили окна, старые ремонтировать. Ни суммы, ничего ей не сказали, не предъявили. И вот три дня ходили, деньги с ней убрали. Конечно, после этих рассказов мы были просто обязаны найти эту фирму и выяснить, чем же на самом деле занимаются эти люди. По документам, фирма, которая устанавливает и ремонтирует пластиковые окна за огромные деньги старикам Ульяновска, называется ИП Липатов. Здесь табличка «Экофенстер». Посмотрим, что за люди там работают. Фирма арендует помещение в конторе завода «Автозапчасть». После продолжительного подъема по грязной лестнице мы попали в респектабельный, просторный и немноголюдный офис. Молодые люди, включая руководителя, охотно, но обтекаемо отвечают на вопросы. «Пришла заявка от человека. Сделать вот это, вот это, вот это. Нужно сделать. Хорошо. Я отправляю, значит, мастеров, они берут материал со склада, приезжают, делают. Все. Потом, если вдруг кто-то что-то говорит, что там, почему там, например, это не доделали, там ручка, например, плохо закрывается, но я снова посылаю туда мастера, он приезжает и делает». Лукавство ситуации в том, что условные потерпевшие в один голос заявляют, что никого не вызывали. Мастера пришли сами, да и фронт работы тоже определяют сами мастера. Но тогда как же смогла бабушка, которая после инсульта не может говорить, вызвать мастера и определить ему фронт работы? Как манипуляции с двумя окнами могли привести к 400-тысячным расходам? Сотрудники фирмы на эти вопросы не отвечают. Они скорее готовы рассказывать о том, какая ты большая и серьезная фирма, что их филиалы есть в 40 городах России. Правда, тем, кто недоволен, они через нас передали, что всегда готовы выслушать претензии. Мы нашли еще одно место, где тоже готовы выслушать претензии горе-владельцев пластиковых окон. С правовой точки зрения у них все очень плохо. С точки зрения свободного рынка, свободной цены, у них все хорошо. Вот те люди, которые дошли до нас, по одному из договоров ничтожный договор, по другому договору предоставление недостоверной информации о необходимости проведения ремонта этих окон, по третьему договору это возмещение ущерба. По всем потрем сейчас идет досудебное урегулирование. Если оно не увенчается успехом в пользу потребителя, естественно, будет судебный спор. Юрист уверен, что права обманутых граждан будут восстановлены обязательно, потому что действия экофенстер шиты белыми нитками. Мы, конечно же, ждем всех потребителей, потому что нас эта ситуация не устраивает. Ну, самый простой момент – мы хотим меньше работать. Для того, чтобы меньше работать, нужно, чтобы эта ситуация была закрыта. И больше эти предприниматели таким способом денег не зарабатывали. Поэтому, если есть такая ситуация, приезжайте, будем ее решать. Приезжать надо в многофункциональный центр на Гончарова, 11, где в первом окне вас выслушают и помогут. Еще проще позвонить по телефону 97 55 22 и 49 63 13. Также ситуации заинтересовались и в Роспотребнадзоре. В первую очередь нужно, естественно, ознакомиться с условиями договора. Существенными условиями договора является, что это какой срок выполнения этой работы и ценовая характеристика, то есть цена. Самым печальным является то, что люди преклонного возраста, которые действительно не имеют специальных познаний, с которыми очень хорошо говорят, наверное, представители этих фирм, они очень доверительно к ним относятся. И самое печальное, как я уже сказала, то, что они осуществляют предоплату. Конечно, лучше в такие ситуации не попадать и не пускать мастеров, особенно тогда, когда они пришли посмотреть ваши окна по собственной инициативе. Если они все же зашли, то нужно воспользоваться советами специалистов Роспотребнадзора. Если же вы уже отдали деньги предприимчивым ребятам и сожалеете об этом, приходите в Госюрбюро, звоните туда, вам постараются помочь. Звоните в Улправда ТВ в программу «Среда», мы постараемся помочь вам. Людей, желающих присвоить ваши деньги, много. От телефонных мошенников, до лжегазовиков и оконщиков. Будьте бдительны, боритесь за свои права потребителя. Субтитры подогнал «Симон»!